Предстоящий учебный год для педагогического сообщества во многом станет знаковым. Образовательную сферу ждет немало изменений, поэтому работать предстоит по-новому. На сегодняшний день это новые федеральные образовательные стандарты и образовательные программы, переформатирование системы воспитания, изменение порядка аттестации и формирование заработной платы педагогических работников, развития инфраструктуры. А самое для нас педагога плачное, что образование наконец-то на законодательном уровне перестало квалифицироваться как услуга. О грядущих нововведениях рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, подчеркнув при этом, что наши педагоги всегда умели достойно реагировать на все вызовы времени. Это и советники по воспитанию, и обновленные стандарты, и единые программы, и итогов изменения в проведении итогов государственной аттестации, и новые учебники истории. До 1 сентября учебники истории для 11 классов поступят на территорию Удмуртской республики и будут доставлены до школ. Это единая система профессиональной ориентации. И так можно перечислять очень долго. Очень важные для нас новые информационные системы. Это сфера в ГИС «Моя школа». Больше внимания будет уделяться воспитательной составляющей образовательного процесса. Так, с нынешнего учебного года во всех школах вводится новая должность. Советник по воспитанию их в том числе готовит в рамках реализации федерального проекта «Навигатор детства». Это педагог-организатор, который руководит работой кружков и секций, организовывает мероприятия в рамках федеральной повестки, оказывает методическую поддержку педагогам, вводит в школьную практику новые формы работы с детьми. 1 сентября к работе в сарапульских школах приступят 24 советника по воспитанию. Кроме того, в этом учебном году городской педагогический коллектив пополнится молодыми специалистами. Это 17 учителей и 6 воспитателей. О том, что делается для развития образовательной сферы города, в своем выступлении говорил глава Сарапула Виктор Шестаков. Сейчас всерьез обсуждается вопрос включения в программу капитального ремонта дошкольных учреждений. Сегодня у нас в городе 14 средних общеобразовательных школ, примерно с одинаковой численностью учащихся. Я настоятельно призываю команды всех школ, объявляю марафон открытым, заключаться он будет в хороших добротных соревнованиях, на лучшие результаты наших школьников, на участие в проектах. По традиции в завершении мероприятия чествовали лучших педагогов. Многие участники форума были отмечены высокими наградами, в частности, званиями заслуженный работник образования Удмуртской Республики, почетный работник сферы образования Российской Федерации, знаком отличия, отличник просвещения и другими.